здравствуйте это программа кейсы коммуникации я максим чернов автор блога про networking точка ру сегодня нас в гостях очень интересный гость анатолий руденко основатель маркетингового агентства иглу которая занимается уникальные довольно вещи продвижением брендов через современное искусство анатолий привет привет расскажи пожалуйста что это такое вообще как можно продвигать бренда через современное искусства и как ты к этому пришел потому что я знаю что ты любишь сам современным искусств увлекаешься этим хочешь на выставке есть eaten по разным городам странам и как будто тебя так совместилась маркетинг любовь маркетингу любовь к современному искусству да спасибо во-первых я скажу что ничего уникального в этом направлении нет потому что направление очень очень много лет и в общем-то сколько лет маркингу наверное еще больше лет этому направлению маркетингу через искусство, будь то оно современное, классическое, неважно. Что касается, как мы к этому пришли, да, все, в общем-то, достаточно банально. То, что нравится, то, что ты делаешь, потому что всем руководствуемся тем правилом, что нужно заниматься тем, что нравится, а ты будешь успешен. И каким-то образом, шаг за шагом, мы пришли к тому, что имеем сейчас. Мы помогаем нашим брендам, нашим клиентам выстраивать эффективные коммуникации с их потребителем через современное искусство, потому что, на наш взгляд, это то, зачем, ну, не будущее, а уже настоящее, и это то, что актуально всегда. Может, сразу какой-то большой пример для зрителей, которые еще не поняли, о чем речь, большого бренда или какой-то компании, может быть, которая была не сейчас, там, в 70-80-х, когда известный бренд что-то продвинул себя через современное искусство? На самом деле бренд такой есть, и все его знают, я уверен. Это чупа-чупс всем привычный, и многие уже знают, кто-то, может быть, не знает, сегодня узнают из нашей передачи о том, что разработал как раз логотип, и, в общем-то, все, что называется сегодня словом «Айдентика» для этого бренда – это Сальвадор Дали, известный испанский художник. Поэтому каждый из нас сталкивается с этим направлением в повседневной жизни. Вы идете на выставку, увидите надпись о том, что спонсором этой выставки является, например, такой-то банк. Вы смотрите телевидение, и вы видите, что спонсором трансляции оперы, неважно откуда балета, является такая-то финансовая компания. Вы точно так же покупаете какую-то вещь в обычном каком-то шоуруме, и увидите, что это было создано в коллаборации с известным художником. Поэтому сейчас это сплошь и рядом, и, в общем-то, на мой взгляд, это продиктовано необходимостью в первую очередь того, что мы все движемся к тому, что нам хочется иметь что-то совершенно свое. Мы все уходим от массового. Вообще, чем отличается наше время, чем оно интересно? Это то, что массовая культура, чем дальше, тем она становится более постыдной. И принадлежность к этой массовой культуре, она уже выводит тебя немножко в ранг такого непросветленного, такого смарт-потребителя, да, уже такой серой массы, на которой, в общем-то, и дело-то ничего не нужно. Мы уже давно не покупаем спагетти только потому, что мы голодны. Это уже происходит очень давно. Мы покупаем потому, что мы покупаем тот образ жизни, мы покупаем тот образ мысли, который диктует нам бренд. И если говорить вообще о развитии эволюции потребителя, которая неразрывно связана с эволюцией человека, то если мы берем классическую, которую, наверное, все ненавидят с университета, теорию пирамиду Маслоу, то наш потребитель уже давно сыт. И это тоже нужно понимать, когда мы выстраиваем свои маркетинговые коммуникации. Наш потребитель уже давно не голоден, он уже защищен, он обогрет, и поэтому по вот этому самому ребру пирамиды Маслоу он уже бежит, бежит, бежит к самой вершине. А там что находится? Там потребность в самовыражении, там потребность в самоидентичности. В общем, там как раз нас и ждет это самое искусство, потому что во все времена, начиная от наскальных живописей, заканчивая иглу того же Марио Мерца, всегда это было способом выражения. И поэтому человек, как бы там что он ни говорил, он все равно тяготеет к искусству. Будь это, ну и сложно называть искусством, но в общем-то самовыражение, будь это глиняные кошечки в переходе, либо это там последнее видео нам Джон Пайка. Когда я говорил про уникальность, я скорее имел в виду, что мало кто занимается именно этим и делает такой точечный подбор под конкретный запрос бренда, подводя или выставку, или какое-то мероприятие, ивент, перформанс, связанное с современным искусством. Что делаете вы, как иглу, как агентство? И, собственно, мой вопрос, какую дополнительную аудиторию можно получить, если делать коммуникацию через современное искусство? Что не позволяют другие каналы коммуникации, более стандартные? На самом деле, как раз, чем мы занимаемся, и в чем мы действительно уникальны, в том, что мы исследуем портрет потребителей, который тяготеет к тому или иному виду искусства, к тому или иному художнику. Естественно, не хватит всей жизни, чтобы заставить там полный портрет по всем художникам, которые работают сегодня, но в основном направлении мы уже их имеем. И, в общем-то, интерес и ценность этого направления в том, что при помощи искусства ты можешь притянуть абсолютно любую аудиторию, которая тебе захочется. Если ты понимаешь, что ты выпускаешь новый продукт, и ты хочешь расширить свою аудиторию, ты, имея какие-то вводные данные, ты можешь очень легко это сделать, и очень точечно, потому что на сегодняшний день, естественно, в искусстве безумно большое количество имен, которые успешны, которые выставляют сегодня, и поэтому по каждому из них мы можем сказать, какая аудитория склонна к тому или иному виду искусства. Это все маркинг, и, к сожалению, не хотелось художнику. В общем-то, опытный маркетолог, он может понять, что он может получить эту аудиторию. То есть ты отталкиваешься от бренда, от того, что бренд хочет? Конечно. Или ты, может быть, такая ситуация, что есть какой-то уникальный художник, который делает коллаборации, допустим, с брендами, ты знаешь, что он это делает, или, не знаю, выставочный зал, и ты понимаешь, у тебя в голове происходит такое, цепочка появляется, что вот это точно подходит вот этому бренду, и ты тогда идешь к бренду и говоришь, окей, есть вот такая вот уникальная возможность. Бывает, но, к сожалению, да, в общем-то, не к сожалению, по ряду причин это случается довольно редко. Поэтому все-таки мы идем о потребности клиента. Одним из ярких примеров, на мой взгляд, конечно, к сожалению, это не наш кейс, но я надеюсь, что это дело будущего. Все знают такую популярную марку одежды, как Kinzo. И, в общем-то, в 2014-2013 году перед ними стояла сдача расширить свою аудиторию и сделать бренд более молодежным. И тогда они, в общем-то, сделали рекламную кампанию вместе с таким культовым арт-журналом, который называется Toilet Paper, туалетная бумага. Это действительно молодежный, очень продвинутый журнал, в котором печатаются, в общем-то, его основатели, в первую очередь это фотографы, арт-директора и их единомышленники. Действительно, осуществление искусства – это уникальный и ценный материал. И Kinzo поверили им в то время и сделали с ними коллаборацию, сделали с ними несколько кампейнов, несколько видеороликов, несколько фотошутов и получилось действительно очень здорово. И тем самым на тот момент Kinzo решил свою маркетинговую задачу. Они действительно расширили свою аудиторию, но не просто до молодежи, они расширили до молодежи той, которая склонна к современному искусству, которая интересуется, для которой важна индивидуальность. А если говорить про то, как люди, которые любят современное искусство, относятся к бренду, на другом они относятся к бренду, более они лояльны, например, что ты про это можешь сказать? Когда мы проводили несколько фокус-групп, когда мы спрашивали напрямую, как вы относитесь к тому, что этот банк спонсирует эту выставку, либо этот банк работает с этим художником, помогает ему организовывать его выставки. Конечно же, все настроены, как им кажется, очень, не то чтобы негативно, а, наверное, так, очень по-бунтарски. Но в процессе оказывается, что все равно на уровне подсознания, на ценностном таком пласте они разделяют эти самые ценности. Через произведение искусства очень легко транслировать свои ценности. Это, в общем-то, подход современного маркетинга, когда сегодня маркетинг становится неким таким сонаром, который выпускает этот самый сигнал и видит, откуда пришла обратная связь, и, в общем-то, эти люди становятся клиентами. Тут тоже абсолютно то же самое. Этот художник становится сонаром таким же, эта коллаборация становится сонаром и притягивает новую аудиторию, либо укрепляет связь с существующей. Тут же все зависит от тех задач, которые стоят перед брендом сегодня. Какой-то пример можешь привести здесь? Ну, что касается, ну, вот про Кинзо, например, я уже привел пример такой, да, что касается, например, каких-то наших, наверное, проектов, это проект был с авиакомпанией Air France. Это был такой повод, это был пиар-повод, пиар-компания, посвященная 80-летию авиакомпании и 60-летнему юбилею авиасообщений между Парижем и Москвой. Был, на самом деле, действительно выдающийся интересный проект, потому что было большое количество архивных фотографий. Большое впечатление на меня произвела фотография Кристиана Диора, когда он летел из Парижа в Москву на какой-то там показ, слушая, не знаю, подробностей. И я помню, что в то время, сейчас самолеты летают, там, до Парижа, сколько, по-моему, 3-3,5 часа. Тогда они летали 8 часов. И из самолета вышли модели, они были уже одеты, они были при прическах, при мейкапе, и вот они сразу поехали, потому что думали, что едут в Москву, и, конечно, там ничего этого не смогут найти. И как раз была большая выставка, и Air France донесло до московской публики свои основные принципы. Это, в общем-то, они абсолютно схожи с принципами, с основными характеристиками Франции. Это любовь к красоте, любовь к искусству. Они привезли большую коллекцию потрясающей винтажной формы для стюардесс, которую в разные годы разрабатывал Кристиан, Диор, Лакруа. Они привезли большую коллекцию архивных фотографий, где были действительно значимые люди для значимой фигуры русско-французского культурного обмена. Это было Катрин Денёв, это был Нуриев, это было большое количество выдающихся оперных певцов, танцовщиков, художников. Ну, в общем, такие люди, которые на слуху у каждого. И сказать о том, что Air France – это не просто авиакомпания, это определенный стиль жизни, лярда вивера, как говорят во Франции. То есть передать такую французскость? Да, конечно, конечно. А, окей. А вот что происходит после, допустим, вы сделали ивент, какое-то мероприятие, охват дополнительный, основной охват делаете тоже вы? То есть там пресса, журналисты, публикации в изданиях, пост-пиар? Все зависит от задачи, потому что, когда мы работали с Air France, конечно, не мы этим занимались, потому что там своя, действительно, суперпрофессиональная большая пресс-служба, которая работала с этим. Но вообще, конечно, мы делаем такие, и у нас был марокканский проект, где мы занимались тоже отчасти этим. У нас было большое количество мероприятий, когда мы занимались, естественно, пост-пиаром, работая с журналистами. Но все-таки, конечно же, всегда основной посыл, он чувствуется в самом проекте. И, конечно же, с чем сталкиваешься постоянно, когда ты работаешь с разными компаниями, с художниками, конечно, ты понимаешь, что в основном, если банк пишет о каком-то мероприятии, которое у них пройдет в плане искусства, либо пишет о какой-то коллаборации, либо о поддержке какого-то художника, конечно же, это все такие же сухие пресс-релизы и куча таких вот стилистических ошибок, которые человек, который пытается быть экспертом в мире искусства, он допускать не должен. Потому что, естественно, работают в основном такие многостаночники, но в пиаре это очень распространено, которые немного не понимают специфику. А в современном искусстве такой же тем более. Хорошо, тогда у меня сразу возникает такой вопрос. Есть современное искусство, которое понимает ограниченный круг людей, наверное, не очень большой. И есть аудитория, которая важна бренду. Она, наверное, более широкая. Когда вы продумываете, как будет не только концепция, а как сама коммуникация будет происходить, вы как-то сглаживаете сложные моменты, которые тяжелы для понимания, допустим, в ивенте или в компании, которую вы делаете? Или вы, наоборот, стараетесь подтягивать под эту аудиторию? На самом деле сейчас идет такое интернет-мем-движение, когда человек выкладывает картину известного художника и говорит, что, ребята, я, наверное, чем-то не тем занимаюсь, он мог бы нарисовать так же. Но это общий смысл таких самых мемов. Но на самом деле нет такого человека, которого бы современное искусство не трогало. Это я вижу, например, из своих знакомых, своих друзей. Это можно проследить на тех экспериментах, которые были проведены во многих музеях современного искусства мира. Когда брали совершенно оторванных людей от современного искусства, которые понимают только, не знаю, совершеннейший классицизм. И они действительно проникались этим. Потому что одно дело, когда мы видим эту реакцию не совсем адекватную в соцсетях, другое дело, когда ты находишься в музее, когда ты находишься в Помпиду, когда ты находишься в Тейт-Модерне, когда ты находишься в Нью-Йоркском музее. Очень важно работать уже внутри музея. Это абсолютно точно. И очень важно сработать правильно внутри музея. Но, как показывает практика, у нас в основном в России, конечно, не очень многие бренды умеют правильно интегрироваться в подобные события. И мы им тоже помогаем. Давай про интеграцию более подробно поговорим после перерыва. Это программа «Кейси коммуникации». Я Максим Чернов. И сегодня у меня в гостях Анатолий Руденко, основатель и владелец и управляющий компанией «Иглу» маркетингового агентства, которое продвигает бренды через современное искусство. Анатолий, мы с тобой остановились на том, что иногда сложно сделать качественную интеграцию между брендом и той или иной компанией. Я имею в виду компанией рекламной, или пиар-компанией, или ивентом. Ты как владелец агентства, как человек, который предлагает свои услуги брендам, крупным брендам, вот ты приходишь к маркетинг-директору, или к бренд-менеджеру. И, наверное, очень сильно должно зависеть, примут они то, что ты им предлагаешь или нет, от того, какой у них личный вкус и мнение, отношения по поводу искусства и современного искусства в частности. Потому что, как я сам работал бренд-менеджером, у нас был определенный набор коммуникационных каналов, которые мы выбирали. И там есть телек, который ты точно оставляешь, если это бренд крупный, есть пресса, который сейчас, наверное, меньше, ну и так далее. Но бренд-менеджер должен взять бюджет откуда-то и перелациировать на, допустим, ивент, связанный с современным искусством. Есть ли у тебя методы, ну поделиться первым опытом, насколько это соответствует действительности, и как ты в таком случае убеждаешь человека, что вот этот именно канал коммуникации очень ценен для бренда? Ну, здесь придется вернуться в самое начало нашего интервью совсем ненадолго. Когда мы приходили, в общем-то, откуда вообще взялась тоже эта идея заниматься этим профессионально? Потому что, когда ты начинаешь рассказывать брендам о том, как вообще здорово и круто интегрироваться в современное искусство, и как классно можно выстраивать эффективную коммуникацию с потребителем, мы часто сталкивались с таким. Ой, мы как-то пробовали, мы вот там дали денег туда-то такому-то художнику, такому-то музею, и вот, ой, как-то, вот знаете, совсем как-то, в общем-то, что-то как-то не пошло. Говорим, а что вы делали? Ну, как у нас? Мы, во-первых, выпустили пресс-релиз, что мы поддерживаем, в общем-то, это самое мероприятие. Мы разместили там логотип на пресс-воле, ну, и, в общем-то, рассчитывали на какой-то эффект от этого. Потребитель сегодняшний, как мы говорили, который бежит при бру пирамиды к самой вершине, он, конечно, совершенно уже другой. Он уже стал экспертом. Мало того, что он стал экспертом, он еще очень хорошо чувствует фальшь. Когда ты читаешь стандартную совершенно заметку, где-то там, которая написана по пресс-релизу, которую написал человек, который не понимает в искусстве, ну, или очень поверхностно в этом разбирается, потребитель сразу чувствует фальшь. Он сразу чувствует, что его где-то пытаются надуть. Он чувствует, что бренд пытается сделать из себя нечто лучшее и большее, чем он есть. Он чувствует, что бренд пошел туда, скорее всего, только потому, что это модно и потому, что это востребовано. Потребитель это понимает. И эффективность таких мероприятий, конечно же, равна нулю. Уж я мог бы посоветовать бренд-менеджерам и вообще компаниям и владельцам компании, которым интересна тема современного искусства, все-таки попробовать чуть больше в нее окунуться. И тогда наверняка понять, в какую форму искусства вам хотелось бы вкладываться. И стать в этом тоже каким-то проводником и экспертом для вашего потребителя. Потому что если вы разместили свой логотип на выставке какого-то модного фотографа и потом об этом забыли, рассчитывая на больший эффект, так не получится. С потребителем тоже нужно поддерживать связь. Если вы получили лояльную аудиторию, которая, грубо говоря, разделила ваш интерес к этому самому художнику, к этому самому фотографу, и дальше вы ее отпустили, вы ее потеряете. Здесь существует масса инструментов о том, как правильно интегрироваться в мероприятия. Какие такие пит-стопы назначат в том же самом музее, в том же самом пространстве арт-галереи, чтобы каждый раз правильно работать с потребителем, чтобы делать это ненавязчиво и, самое главное, очень тонко. Вы всегда должны также быть очень трепетно, относиться к чувствам вашего потребителя. Вы должны понимать, что он пришел сюда, чтобы получить свою дозу красоты, свою дозу прекрасного. Поэтому здесь очень важно сделать это тонко, сделать это правильно и, самое главное, сделать это тактично. Какой-то пример можешь привести? Ну, пример один из самых, наверное, удачных, и, в общем-то, как мне нравится, как представляются бренды, это в Музее современного искусства Нью-Йорка. Если вы зайдете на сайт вот этого самого музея, вы очень долго будете искать меценатов, спонсоров и партнеров, и вы даже логотипа не найдете. Это связано с тем, что там интегрируются бренды не через огромный свой значок или через какие-то другие очень прямые способы коммуникации. Они проводят там большое количество мероприятий, они проводят там лектории, они постоянно поддерживают в потребителе уровень своей экспертизы. Когда бренд становится экспертом, когда бренд становится для человека проводником в какой-то новый мир, в мир новых знаний, вот это запоминается. И тогда это становится. Это, конечно, очень общий пример, но мне кажется, он очень ярко демонстрирует вообще то, как нужно, как правильно делать. Во-первых, никаких прямых коммуникаций, потому что нужно быть тактичным с потребителем. Во-вторых, нужно стать источником знаний для этого потребителя, источником вот этой самой двери в мир современного искусства. Если вам это удастся, при помощи определенного инструментария, вы получите абсолютно лояльную, хорошую аудиторию, которая будет вам верна. Окей, но как это можно сделать? Допустим, приходит спикер, который сбирается в какой-то теме, допустим, модельер, может быть, который сотрудничает с брендом, и он вкрапляет, допустим, в свою речь упоминание бренда, или как это сделать тактично, или когда его объявляют, говорят, или где-то на раздатке написано. Все зависит, опять-таки, это тоже очень общий вопрос, потому что все зависит от того, хочется ли рассказать компанию о каком-то конкретном продукте, либо это совершенно имиджевая история, тоже все очень сильно зависит. Естественно, человек тоже, современный потребитель, как я сказал, он уже эксперт, и он тоже понимает, что ничего просто так не делается. Тоже это нужно понимать. Вот как его обмануть по хорошему? Его не нужно обманывать. В хорошем смысле. Его не нужно обманывать, и с ним нужно стать партнером. Нужно понимать, что мы даем тебе новые знания, и дай, пожалуйста, нам право тоже рассказать о нашем продукте. Все должно быть честно и обоюдно в любом случае. Какую информацию о продукте можно вкраплять? Да, любую информацию о продукте можно вкраплять абсолютно. Я понимаю, например, если это бренд одежды, или парфюмерный бренд. Здесь все очень понятно, и тут даже рекламировать дополнительно не надо. Но если это автомобильный бренд, или тот же самый банк, вот куда ставки кредитов засунуть? Ну, здесь, конечно, делает все совсем по-другому. Здесь, если хочешь рассказать о ставке кредита, здесь в первую очередь тем, что вы выстраиваете коммуникацию с потребителем, вы выстраиваете с ним доверительные отношения. И, естественно, когда через три дня из вашего банка позвонят этому самому клиенту, который был на этой лекции, который написал там очень хорошую обратную связь в этом самом мероприятии, когда ваш менеджер пригласит его в банк для беседы, он, конечно, не откажет, скорее всего, потому что он понимает, что этот банк дает ему больше, чем дают ему остальные банки. Этот банк дает ему знания, этот банк дает ему новый опыт, что для него важно. То есть мы приходим к тому, что через этот канал коммуникации можно вырастить доверие потребителя. Конечно, абсолютно. Здесь можно выстроить доверие и какое-то взаимодействие на ценностном уровне. Если ценности вашего бренда, ценности потребителя совпадают, ну, тут уже все остальное совсем просто. Я знаю, что вы делаете мероприятия в разных городах, в Берлине, в Париже, в Лондоне, поправь меня. А можешь рассказать, что вы именно делали там и почему делали не в Москве, а почему делали в других городах? Ну, что касается мероприятий за границей, то здесь, и что касается мероприятий, связанных с искусством, есть один очень тонкий момент, потому что люди, которые, ну, в основном, так получалось, у нас это были боготворительные проекты. И люди, которые приглашаются на мероприятия, связанные с боготворительностью, они в основном, вот скажу, наверное, грубо, но станет всем сразу понятно. Люди охотнее расстаются с деньгами на подобных мероприятиях за границей, чем в Москве. Это связано с несколькими факторами, но так оно и есть. И поэтому в данном случае, скорее, это не то, что повышает мероприятие, не выводит его на другой уровень, а это такая осознанная необходимость для того, чтобы всем гостям было комфортно на этом самом мероприятии. А кого приглашают? Партнеров или клиентов топовых? Все зависит, опять же, от целей и задач. Бывают вывозят клиентов на какие-то значимые культурные мероприятия. Бывают, приглашают партнеров в той стране, в которой мы проводим мероприятия, чтобы вывезти, начать там бизнес или укрепить там бизнес. Тут тоже все очень по-разному. Расскажи, пожалуйста, про тенденции последних пяти-десяти лет, что меняется на этом рынке, какие тренды, может быть, современное искусство и какие открываются новые возможности для брендов? Ну, про тренды современного искусства говорить это очень-очень долго. И я, наверное, расскажу о брендах. Я могу сказать о том, что популярность интеграции, вот интеграция именно с искусством, она сместилась, скажем так, от классики к авангарду, скорее. Потому что сегодня классическое искусство в классическом понимании, это относится к всему, к живописи, к музыке и ко всем остальным. Оно, естественно, на мой взгляд, опять-таки, не хочу никого обидеть, оно, на мой взгляд, для решения маркетинговой сдачи достаточно статично. Современное искусство, оно всегда на какой-то грани, оно всегда на взрыве, оно всегда на протесте. И поэтому современное искусство, несмотря на то, что говорят и пишут в интернете, оно трогает потребителя гораздо больше, чем искусство классическое. Поэтому здесь бренд открывает для себя этот мир современного искусства, естественно, достаточно успешно. Потому что, например, Центр Джорджа по беду поддерживают такие компании, как Перно Рикар и PricewaterhouseCoopers. Тейт, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день поддерживают Саачи и Саачи, например, тоже, кстати, агентство рекламы и маркетинга. И поэтому все-таки фокус смещается к авангардным художникам. И если раньше бренды обращались к тем художникам, которые бы выводили ценность этого бренда на новый уровень, то сейчас бренды пытаются найти действительно интересных художников, которые могут что-то новое сказать в этом. Это касается дизайна, это касается рекламных кампаний. В общем, акцент, ну, роли немного поменялись. Если раньше художник был престижным, в общем-то, просто делом престижа для какого-то бренда, то сейчас это все во имя, не знаю, интересного дизайна, во имя интересного кампейна. Тут тоже очень-очень много разных задач. Также, наверное, стоит еще сказать о том, что сегодня, если раньше вообще обращение к искусству было, в общем-то, главным направлением все-таки товаров люксового сегмента, предметов роскоши, то сегодня к этому обращаются уже и массовые бренды. Яркий пример – это, например, коллаборация Марина Абрамович с Адидасом, это, может быть, также Рибок с цирком Дюссалей. То есть на сегодняшний день таких коллабораций становится все больше и больше. Последний вопрос, у нас, к сожалению, заканчивается время. Если нас смотрит бренд-менеджер, он ведет какой-то бренд, на что он может посмотреть в своем бренде, с чего он может начать думать, выбирая, если у него есть идея, что-то сделать в рамках современного искусства? На какие характеристики бренда он может посмотреть, чтобы это подошло? В первую очередь, бренд-менеджер должен четко понимать, для кого он продает и продвигает свой продукт. Это в первую очередь. Только есть понимание четко аудитории, он уже может понимать, что ему может быть интересно. Интересна ли ему музыка, интересна ли ему перформанс, интересна ли ему живопись или это видеоинсталляция, все что угодно. Опять-таки, важную роль в этом играет то, насколько важен для того или иного бренда дизайн. Потому что дизайн всегда очень перекликается, естественно, с искусством. Понятное дело, что недостаточно просто выпустить лимитированную коллекцию бутылок шампанского с этикеткой, разработанной каким-то художником. Это, конечно, такой самый простой пример. Но здесь самое важное понять свою аудиторию и понять, что ему интересно на сегодняшний момент. И тогда понять. А что касается самого бренда, я думаю, что в любом бренде, в хорошем бренде, в успешном бренде заложено развитие, заложено стремление к чему-то новому. И здесь искусство, конечно, всегда поможет. Искусство – это очень универсально. Нельзя сказать, что есть такие бренды, которые невозможно продвинуть через искусство. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Мне тоже было очень приятно. У нас сегодня в гостях был Анатолий Руденко, основатель маркингового агентства «Иглу», которое занимается продвижением брендов через искусство и в том числе через современное искусство. Я Максим Чернов, основатель блога pronetworking.ru. Это программа «Кейсы коммуникации». Увидимся.